Всем добрый день! Микрофон так с нами работает? Да, он скромный, но без него есть. Я поняла, окей. В общем, история в том, что я всего неделю назад сделала городской праздник, и сейчас я чуть-чуть вот в такой неразберихе в голове, поэтому не обращайте внимания. Презентация, которую я вам сегодня покажу, она называется «Культурный проект менеджмент и как сделать литературный проект с нуля». Но история в том, что когда ты знаешь, каким образом строится проект, по какой схеме вообще можно построить литературный проект, поэтический, книжный, неважно, ты можешь по этой же схеме построить абсолютно любой проект. Будь это проект про работа в технику, будь это проект про современное искусство, будь это проект про, я не знаю, там, какие-нибудь... Не знаю, какие-нибудь компьютерные игры, неважно. Я вообще сюда пришла со следующей мыслью. Мне хочется рассказать не только о том, как строится проект, а что такое вообще, кто такой проект менеджер и с чем он занимается. То есть, есть такой миф, с которым я очень часто сталкиваюсь, работая с людьми, по поводу проектов. То есть, есть такой миф, что проект менеджер – это человек, который известный, его все знают и он все может. Нет, это неправда. Сейчас я вам обозначила, грубо говоря, человека лидером мнений. Это чуть-чуть другое. Он уже будет проект менеджером лидером мнений, но это немножко два разных человека. И однажды у меня был такой момент, и я запомнилась еще, что такое проект, как я его считываю, что он мне сейчас представляет. Потому что однажды я поняла одну очень важную вещь. Любой проект менеджер занимает. То есть, то, что вы сейчас делаете в проект, это не значит, что проект ваш. Это правда. Если кто-то им займется вместо вас, если вы его на какой-то момент впустите, этот человек стоит в доме, что он не подходит. Тогда давайте сказать, что же вообще такое проект, почему вот этот проект может существовать без меня. Я бы просила моего дизайнера нарисовать эту прекрасную схему, потому что я атрифицировала проект как не локомотив, который идет от одной точки другой. И он должен дойти. И проект менеджер, если вы обратите внимание, это не самое главное вручать. Да, он находится впереди. То есть, он находится вот в этой тяге. Он, грубо говоря, двигатель всего этого проекта. Но он всего лишь часть этой штуки, которая тянет его в привод. Но я сегодня, так как у меня сегодня сегодня с вашей сайт, я буду рассказывать о этой картине, о которой мы прокомментируем еще чуть-чуть. Начнем с самого начала. Вот у вас есть идея. Некая отвратная идея. Вот у меня когда-то, например, когда мне было 8 лет, у меня была идея. Я хочу, чтобы люди читали много картин. То есть, она еще не опомнила, а она еще никому не поняла. Если вы подойдете кому-нибудь, я не знаю, партнер или национал, вы скажете, я хочу, чтобы люди читали много картин, то есть, кто-то есть, кто-то может быть хорошим. Ну, спрошу всех, девочек, иди читай. Как бы, подавайте мне. Вот, и она нужна вот с этой абсолютно целой вещи и подавайте каким-то образом до реализации проекта. То есть, для того, чтобы ваше проекте принялось. Я сейчас говорю на своем личном опыте. Я понимаю, что у нас будет какое-то другое, но я так приходила, что в себе, поэтому сейчас делюсь с вами тем, как работаю и я. Вот, у нас есть идея проекта. Здесь есть одна очень важная вещь, которая сейчас получается, на самом деле, просто оликпетия и обдумывание. То есть, когда вы чего-то хотите есть, вы должны понять, как это реализуется. Вы должны понять, чем ваши идеи станут привлекательными для других идей. Почему они должны тоже на компьютерах хотеть читать вещи. Зачем? Зачем? Зачем им это? Они могут компьютер, компьютер, программ, телевизор посмотреть, они могут в том, что они могут разобраться, они могут, с чем могут разобраться, почему они должны проголосить вашу идею. И вот как раз таки вы должны договорить самую важную вещь в проекте, которую я на этой карте обозначила как в будущий момент. Я взяла это в термо несовременно, потому что мне кажется очень удачным. То есть, в будущий момент это то, что привлекает. Это уникальность вашего проекта. То есть, это то, на что будут люди, в первую очередь, обращать внимание, когда они будут слушать о вашем проекте. Не о вашей, не знаю, не о... Они не будут знать, скорее всего, о вашем имени, или, скорее всего, вы не будете знать, сколько вы над этим проектом работаете, какая у вас команда, и, не знаю, сколько времени вы на него играете или не играете, но они будут знать, о чем вы рассказываете. Я сейчас просто... Почему я забуду про птички? У меня есть проект вопросов. Это очень интересный проект, который началось всего год назад. И сейчас, когда кто-то будет в этот вопрос, я скажу, а, в принципе, я не знаю, но какая это будет? Это такой же человек. У меня есть листья, да. Протокола не было. Это интересно, это инвирует, это сыграет. Они будут помнить только это. Они не будут помнить, а не знаю, почему проект называется вопрос в ответ, чтобы подстанить. Вот. Когда вы понимаете, в чем наш проект уникальный? Уникальный проект – это также и предложение. Это потом, когда вы идете, купить деньги, что вы говорите, что будет уникальный проект, у него такая уникальная идея, давайте взглянем с ней. А вот у вас вы работаете в следующий момент, вы идете, собираете, по-английски. Вы собираете команду. Команда собирается несколькими путями. То есть вы можете замотивировать уникальность своего проекта и сказать, что ребята, мы сделали что-то, чего в этом городе никогда не было. И именно поэтому люди могут потянутся. Команда может собираться и по каким-то другим причинам. То есть это может быть какой-то интересный, бартерный обмен для людей, которые задействованы. То есть это может быть опыт, который вы можете им предложить. Это, может быть, какие-то ресурсы, которые у вас есть, с которыми вы тоже можете поделиться с людьми. Вот. И у вас появляется команда. То есть уже не все так плохо. У вас есть штука, которая себя дотянет, и у вас есть один из полагончиков. Ну, вроде уже можно и ехать. Но если вы приедете только с командой в предыдущий момент в реализации проекта, скорее всего это будет просто какой-то маленький балаган. Вот. И публика, которая соберется, она ничего не поймет в людей. Как я даже... Потому что она пока не нужна. Вот. Я говорила, что я буду говорить чуть-чуть бесстесняно, потому что у меня в голове карта, и я описываю просто эту штуку, которая мне кажется очень важной. Я считаю, одной из самых важных вещей в проекте это предварительное планирование. То есть это вот такой баллон, который вы должны заполнить по максимуму. То есть вы должны по максимуму проехать. Что вам нужно? Какие люди у вас будут в проекте? Как вы задействуете? Что там будет происходить? То есть все планы, все расписания, все контакты. Все должно быть у вас подбито, минимум за три недели до проекта. Нужно понимать, что чем хуже вы спланируете, тем больше у вас будет каких-то странных ситуаций, которые вам будут решать мероприятия. Приведу пример. Я уже начинаю говорить про работу с рисками. То есть предварительное планирование – это такая штука, которая помогает вам предусмотреть риски. И так давно я делала репрямую ручку. Мы спланировали столько, насколько это было возможно. И у нас на верхнем этаже дома была прекрасная площадка с газоном. То есть мы постелили газоном, положили туда подушки, мы поставили туда кофе, чтобы люди там могли потесить и пить кофе. Вечером пришли мамы с детьми, оставили там детей, и у нас получился там детский сад. А история в том, что это была зона для взрослых, и там были взрослые настольные игры. И в результате у нас было 15 детей на зоне газона. Ребята, которые организовывали настольные игры, они занимались тем, что сидели и старались предотвратить поломку всего. Это был такой риск, который мы не могли предусмотреть. Но такое случается, действительно, это дело случая. Я не представляю, что было бы, если бы я не работала всю концепцию в Европе, и у меня бы еще опаливалось где-то в любительство. Я не знаю, там, не приезжал скуп, мы не смогли бы достать этот договор или еще что-нибудь. Вот. И когда я говорю про предварительное планирование, тогда на самом деле выходят и ресурсы, и тайминг, и даже, верно, отчасти команда. Но все-таки я это вывожу в отдельный момент. Я вывожу это в отдельный момент, потому что вы всегда должны держать в голове, что план должен быть работан полностью, и, допустим, а команда может работать уже и все. Ладно, скажу то, что я вам хотела, самое важное сказать, что проект-менеджер в команде – это тот человек, который располагает всей вот этой информацией, двигает проект вперед и может делегировать все задачи. Вот. Но, тем не менее, если убрать проект-менеджера отсюда, проект, если это сильный проект, обязательно найдется человек, который займет его место и его продолжит, если проект новый, то, скорее всего, проект никогда не придет. Тут уже говорили с моим опытом. Были такие случаи, когда проект передавался другому человеку, и он просто заканчивался, а было наоборот. То есть у нас в итоге здесь примерно довольно известный проект-менеджер, который, на самом деле, уже 15 лет, но никто не помнит, когда его начинал. Сейчас убедет другой человек, и все думают, что это проект-менеджер. Ну, в принципе, как можно рассказать. Мне кажется, что дьём очень сильно сбивается на этой штуке. Ребята, пожалуйста, мне зададите пару вопросов. Я сейчас просто выпуску всегда и продолжу. Можно что-то сказать. А, кстати, давайте можете присоединиться на микро. Можете? Попробую сначала, вручить здесь и потом. Ну, что я хотела вообще рассказать вот этой всей классной штуки. Проект это не что-то закрыто и законченное, то есть у проекта огромное количество кирпичиков и вы в принципе можете каких-то из них не проработать, то есть не все проекты грандиозные, не все проекты охватывают несколько тысяч человек и вам это нужно. Может быть вам нужно сделать проект на 15 человек и вам нужно, чтобы это было камерное и вы получили совершенно плещи. И тогда, возможно, вам вообще нужна команда, потому что проект на 15 человек можно сделать, и возможно вам совершенно не должны быть еще дополнительные проверки, потому что я вам, как директор группа, говорю, что у нас недели по 5 проектов. Мои работы не планирую. Потому что я бы знаю, как это делать, потому что нужна техника, лучше в стуле, нужно в лету. Все, ну как бы это так работает, это готов проект на 15. Это для больших проектов, которые задаются не менее 2-3 месяцев. Потому что если вы делаете проект, на который должно прийти не меньше 20-30 человек или больше, вам в любом случае потребуется огромное количество работы и вам уже будут все эти предвижения охватывать детей. Команду нужно собирать, с ней нужно работать, с ней нужно делать предварительные встречи. И уже потому, вы еще не планируете с ними, которое вы делаете, сможете с ними разговаривать. Если вы не планируете все, что должно происходить в конференции, то будет нечего объяснять в команде. Если команда вас не поймет, команда будет тупить. То есть, я не первый год работаю с людьми, я не первый год делаю большие мероприятия, на которые нужно собирать по 10-15 человек. И в моей жизни были такие ошибки, когда я такая, ну, люди, которые мне помогают, они и так сами умные, они справятся. То есть, я не просто скажу, что на месте что надо делать, они справятся, что это не работает. То есть, вы должны отвечать за каждого тела своей команды. Тайминг – это такая очень интересная вещь. Кто-нибудь из вас в тайминге был на молодежном университете? Вы видели там бумаги, да, там есть, короче, такая вот часть, это графа работы. Там в тайминг нужно расписывать, что когда вы делаете. Вот, я теперь терпеть не могу, это штука, честно. Потому что мне кажется, что это трата моего времени на меня этих болей. Но на самом деле, это очень важная штука. И сейчас я пришла к тому, что я постоянно делаю тайминг. Что это вообще такое? Есть такая простая вещь. То, что вы не делали сегодня, не факт, что вы сделаете завтра. Почему? Потому что, например, у вас мероприятие, и вам нужно на это мероприятие арендовать там 300 студий. И вы даже знаете, где эти 300 студий доступят. Вы звоните человеку, договариваете, аллилуйя. Но, если, например, делается это поздно, то там студий может не оказаться, вы столик нигде в этом городе не найдете. Или если найдете, то вам придется просто предсвердок полиспольсии, или в этом городе, и вы же дебаты по себе столиете. Не сейчас. Вот. Поэтому, когда вы делаете что-то по благородному, например, договариваете, что вы точно берете этот 300 студий, или вы человеку, или вы точно знаете, что вы их возьмете. Если вы управляете этот договор, то вас все сравнивают с этим. И если вы зарпланироваете, думаете, о боже, у него подъезд на столик, то у вас лучше конец работы. И скорее всего, у вас будет совсем. Я не знаю, почему, что у вас есть этот подушек. Сидели здесь на честных подушках. Ну, потому что у вас свободно. Причем, мой любимый мероприятие, то, собственно, то, что две революции порадают просто эмоциональный период, это совокупность вообще всех действий. То есть, они вы, даже, зачастую не в предыдущем огне, потому что все действия, которые вы выполнили по плану, вовремя, свои деньги на сумму, они сам украинствуют. В предыдущий момент нужен для того, чтобы вы могли доказать дяде, которому вы придете и скажете, что я хочу, чтобы у вас проходил мой файл, чтобы он согласился. И доказать ей можно, что он украинской той, и он может быть как-то наше решение. Он уже не может. Мы приходим к реализации проекта. У нас все классно, скорее всего, все пущилось. Но это уже другая тема. Нужно немножко по другому говорить, вопросе около часа за минуту. Так, слайд раздвижим. Сейчас я скоро перейдусь по нескольким слайдам, правда, очень быстро. Вообще, в ВСТ, моя лекция, ребята, строится немножко на другом, но она идет два часа, поэтому я не буду говорить. Самая важная вещь в проектной деятельности это умение задавать все вопросы. То есть, вы, его проект-менеджер, должны отвечать для себя и для своей команды, и для всех остальных на конкретные вопросы, потому что, если вы на них не можете ответить, то, простите, зачем вот этот проект вашим человеком? О чем мой проект? Простейший вопрос. Ну, то есть, я говорю сегодня банальность, правда, совершенно простой вопрос. 80% человек, кто может задать этот вопрос, не могут на него ответить. Я спрашиваю, о чем ваш проект, и люди молчат. Я не знаю, почему это происходит, но это правда. Можете привести пример? Что? Ну, какой-то пример на конкретном. В чем проекте? Ну, допустим, вы делаете рекутор проекта. А, ну, хорошо, я делаю, например... А, нет, пожалуйста, прошу прощения. Того не рассчитывать, давайте. Но вообще, какой интерес в городе Владивостоке? Какой интерес? Подожди, это развитие не против молодых, по старшим. А кому? Как правильно, чего? Ну, кому интересно сейчас? Чему вы думаете, что вы говорите? Вот это все. Когда я посмотрю, что это есть? Литературные вечера, неправда. Я скажу так. Вот, подождите, вот сейчас вы идете к вопросу спроса-предложения. Я вам скажу так. Предложение рождает спрос. А, нет, нормально. Хорошо, тогда можно организовать на примере вашего проекта? На примере моего проекта хорошо. В библиотеке Владивосток. Реформирован. Мы получили три года назад, и то есть большая рекомендация. За последние два года, мы просто по статистике видим, стало приходить больше людей, больше людей стало читать, появились книжные книги, появились новые книжные магазины. И теперь читаем молодцы. Подтверждаю. Ну, просто мы создали эту историю, появились люди, которые любят книжки. Появилась история, что можно делать крутые литературные проекты. Можно такое? Да, конечно. Я зашла на сайт, попросила в БУК. Вы, не знаю, как там организовать в нашем микрорайоне, в библиотеке номер десять, литературный вечер. Все. Уже третий вечер. И вообще великолепное. В нашей библиотеке, в моем микрорайоне. А вы инициаторы. Ну, вы как-то там все держите под контролем, все библиотеки и все. А нам было просто, знаете, так обидно, что в нашей библиотеке в целом гершейне. Никакого мероприятия. В основном в библиотеке Пападеево, Вторая речка, ну и центральная ваша. То есть работает изумительно. Спасибо. Вы просите, пожалуйста. Так точно, о чем я не говорю? Самый главный вопрос, на который нужно ответить, это о чем мой проект. И сейчас я тебе покажу сайт, что мне сейчас отвечают. Мой проект про литературу. Ну, вот бы я просто на время литературы на целях сейчас рассказывала. Мой проект про литературу. Что это вообще значит? Я не понимаю. Я, как человек, который занимается уже 8 лет организатором среди деятельности в светлой литературе, я не понимаю, что мой проект про литературу. Что это? Это политические вещи. Это авторы книг. Это книжный маркер. Это презентация книги. Что вы думаете? Как дела? Я буквально позавчера встречалась с студентами, которые не обещали, когда я встречалась с граной последней. Когда мы говорили, что мой проект про литературу, а так часто люди говорят, что они хотят сказать. Они хотят сказать, что литература — это очень важно, всем нужно знать, читать книги. Поэтому мы делаем проект для литературу, потому что это такая важная тема. Это презентация на технику. и вы просто вспоминаете на том, что это имеет какую-то некую багу. В общем, дело в том, что сегодня мы берем мнение, где люди не готовы слушать. Если вы мне объясняете четко и емко, что вы на них можете принести, дальше вы будете на этой сцене принести. Люди просто не поймут, зачем он тратит время на вашу. А причем они не знают, нет? Какое дело будет поэта, а значит, он будет играть для всех. Ни один поэт не может рассчитывать на то, что у него будет полное обеспечение, что все люди идут конкретно на этот поэт. Это невозможно. Любой маршрут в том, что так с ней работают. Есть с алипаном аудитория. Вы должны с ней работать. Чем вы понимаете, кто такая важная аудитория? На какие ресурсы они ходят? Что они читают? Что они смотрят? Чем они интересуются? Куда вы пойдете со своей алипаном? Вы же не пойдете, принесли на кодинги, или на кодинги. Вы не пойдете уже, потому что это не отлично. В принципе, это возможности у нас были. Для этого нужно как-то подходить к этому. Делать работу аудитории. А просто взять и принесли к кодингу, потому что это нужно, чтобы это не планировать, и так неизможно. Это значит, почему? Потому что это наша целевая литература. Спасибо. Спасибо. Проект, как я уже говорила. Литература, это важно, потому что мои проекты, это важно, эти спекуляции, и я это так и делаю. Потому что... Но вы не помогли, и никто вы не проведете. Ну, и что станет своей работой в его окончании, это частая история людей, которые делают проект первые, либо просто делают проектные залочки, они ничего не делают для того, чтобы проектировать, как дальше живут. На самом деле, хороший проект, но если вы сделали его нормально, продумав его целиком, он будет жить дальше, потому что люди вам не дадут его запросить. Люди будут вам писать, звонить, и, не знаю, писать на почту, или вконтакт, и говорить, когда живут встречи проект. Я сейчас буду просто обучивать вопросы, которые нужно задавать себе, что в среднем времени нет. Сколько человек за воздействием занимает проект? Кто они, и почему они не знают? То есть, набирать свою команду, кого попало, это очень плохая идея. Если это ваш друг убивать с района, это не значит, что он его, не знаю, это не значит, что он вам поможет проект. Это не значит, что он не заставит у вас какой-то очень важный вещь. Что они не хотят делать, что проект в реал всегда не может помочь это выучить. Это работа с ресурсами, это то, что нужно уметь каждому проект-менеджеру понимать, где достать ресурсы. Чтобы понимать, где достать ресурсы, нужно много общаться и спрашивать людей. Говорить с компаниями, с подрядчиками, говорить с какими-то ребятами, чтобы уже что-то делать. Только так, что-то найдете, если вы никогда начали делать. в какое время стоит запах в моем проект и насколько это время удобно для аудитории и для подрядных людей. Всегда думайте об аудитории. Вы, все, что вы делаете, если вы делаете проект, делаете для людей, которые придут. и в какие-то, если вы не делаете для того, чтобы вам согласно писали статью. Если вы хотите согласно писать статью, то вам придется в кодексу, когда это делать. Вам главное на 5-е время и другие с нами походы. Если вы это делаете для того, чтобы это был общественный правильный, общественный мир влияние, вы всегда должны думать, когда у людей заканчивается работа, свободный или в этот день. У меня так получилось библионаччо. Я сделала библионаччо с помощью чтения с тёхлых породов. А мне пришло вместо двух тысяч, как прошлого года, мне пришло 500 человек. Это очень мало, это я вам загадала. Это моя большинство. В 4 часа вы начали библионаччо. В 16.00. Нет, в этот раз в 12.00. А у нас 10-й полиглинице. В библиотеке. 16.00. Ну, потому что библиотеки умерки, да. Так. proverb Это о работе с моими друзьями. То есть это когда вы будете свой проект продавать, когда я говорю продавать, я имею в виду, чтобы будете привлекать к нему людей, которые вам нам не gördят. Вы будете привлекать к нему каких-то новых людей и команду, вы будете привлекать к нему семей, вы будете привлекать к нему партнеров или других нужных людей. И вам нужно наблюдать на боблашки, которые даже очень простые. Что такое важно нам за это, что прошло? что их улюбить. Что-то лучше человека, чтобы работать с собой. Моральное удовлетворение – новый опыт, ощущение, что ты делал что-то важное. Или как делать так, чтобы всем было удобно работать с собой. Это тоже очень простые эвакуации, в которых многие забывают, и вот так уже получаются. Потому что, опять же, репуляция. Ну, я говорю, моя видимость репуляции, мы делаем это все готово, поэтому нужно спеть, потому что книжки – это важно. Книжки – это, конечно, важно, но сегодня, конечно, очень важно, потому что все можно популировать. Давайте мы всегда закончим. Ну, я, наверное, закончу на этот слайд. Хотя там еще довольно много. Важная вещь, о которой я хочу рассказать, как проект менеджера культурных проектов в городе – нужно сотрудничать. Сотрудничать – это круто, это удобно, и не нужно понять, как раз у нас у людей. Тойду пример. Однажды мне в голову стрельнула мысль, что я хочу делать настольные игры. Паник или нет. Вот не знаю, что-то мне упало. И я поняла, что сама я не сделала настольные игры, тем более я в них не знаю. Мне просто показалось, что это очень некрасно делать игру в Толстом. Я пошла в МОЗ-игру, сказала, ребята, у меня, короче, какая-то безумная идея. Давайте вы мне скажете, что мне сейчас делать, с чего начать. И я к вам потом приду уже с торговым путем. Только мы даже поступили. Они мне сказали, с чего начать. Я десять раз прочитала Анну Халенину, написала сценарий игры, а потом мы месяц, вот трое, отрабатываем в режиме. Игра уже рабочая игра. Это просто-простой пример сотрудничества. Вы можете сказать, я, как человек, будучи с литературой, не разу трудничала с людьми, с которыми казалось, что мне было отличным сотрудничать неких литераторов. Я сотрудничаю с учёными. Учёные у меня на декабря ночи рассказывают, что они читают книжки. Мне кажется, это супер круто. То есть они скомментируют книжки, в то же время участвуют. Охитительно большое внимание. Как же вот эта история с игрой? Я сейчас просто на бунтах не спалю, сразу получу других проектов, хотя я иду много. Вот. Я просто, опять же, часто сталкиваюсь, работаю с молодыми ребятами, которые живы. Меня люди говорят, что вот, мы поймем сюда пойти, чтобы спросить, а вдруг нам откажут, а вдруг что-то ещё. А вдруг у нас проект как разум, тоже такой листер. Хорошие люди проектируют книжки. У них вы устанировали куча проектов, и никогда ворвать ваши. Сотрудничают с этим всем, потому что если вы имеете вообще понимание, о чём ваш проект, и нафига вам это нужно, и что с ним делать, то с проектом они вам тянутся. и кто-то никому посоветовал кучу. Учитывая. Учитывая. Я думаю, что мы это не работаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и потом у меня целая стоп-форка, и я могу прям сделать целую, да, целый график о том, как люди оценивают моё проект. АПЛОДИСМЕНТЫ И, говорят, в социальных сетях плохо работают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну то есть, из двух тысяч человек вам напишут десять. Пятнадцать. Ну, как-то так. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что люди ленивые, и им лень идти искать вашу группу снова, им лень заплатить и что-то писать. И в вашем разном месте, когда у них работают пауфер, что-то вам сказать, записать, заполнить. Недавно мы провели такую штуку, мы попросили Google формы заполнить. На категорском мы объявили, что у нас Google формы висит. Сейчас в паблике следите, пожалуйста, заполнить. Заполнило, по-моему, десять человек, но для начала это не было. Ну, как-то так. То есть, я за то, чтобы у тебя забирать сразу на месте, а не дальше, чтобы потом люди придут и где-то вам скажут. Скорее всего, не скажу. А что вообще интересует сейчас по словам? А словам, молодежь, например, как вы считаете? Таким образом, какие проекты вы могли бы здесь рисовать? Мне кажется, что сейчас очень большой фонд пошел по науке. То есть, молодых людей очень сильно интересует все, связанное с наукой. То есть, какие-то научные лектории они собирают сюда, большой ажиотаж. Какие-то там научные проекты, они тоже собирают достаточно много людей. И кино. Кино и наука — это самые такие максимально собирающие аудиторию проекты. Почему? Потому что наука у нас вот только с дамы осталась очень популярна. На движении все читают, мы приводим. Очень много на движении. А кино в городе просто не развито. Все очень сильно хотят снимать кино, но никто не знает как. Поэтому, когда мы приезжаем в сессии на кино, все сразу идут. Ну, хоть где-то у нас. Спасибо.